Говорить привет или не говорить, вот в чем вопрос брать не пашет. Когда увидел хорошее море, когда увидел кучу деревьев, когда побывал в великолепном месте, а потом приехал в пустыню, минимум как это называется это разочарование. А с другой стороны, вот сидим по карте с Борей, смотрим, 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 а здесь везде пустыня. Благовещенске, здесь на Азовском море, мы сейчас за Голубицкой и там где есть, здесь все в пустыне, нету пляжей, я имею ввиду нету места где можно остановиться и вот знаете, вот вокруг тебя деревья, поляна. Вот мы в Анхалуке были класс, на Байкале, вот мы были в Геленджике, на парк, ну, на форкемпинге, вот там класс, далековато, да, Сосновка или Соснова его называют, далековато там до моря, но вот, вот там по крайней мере ты стоишь в лесу, понимаете, отдыхаешь и все. А здесь мы приехали, мы еле выбрали место, вот как-то под деревцом сейчас встали, конечно, защищает деревья, защищает палатку, чуть-чуть утром выглянуло солнце, буквально попекло нам где-то с полчасика, да, Боря, и ушло за деревья, вот как-то удачно восстали. Ну, тут дерево только в вершину, мышцы высокие. Да, но все равно защищает, сейчас прямо это хорошо продувается и палатки открыли. Это из-за того, что ветер? А если б не ветер? Нет, так все равно нет солнца на палатке. И вот мы решаем, уезжать или не уезжать, или быть уже здесь, на море ходить. Сейчас пойдем на море, посмотрим, какое море, какой пляж. Потому что, если сейчас ездить, уезжать это только, Боря, в Геленджик, где мы стоим. В Геленджик? Ну, там самое классное место. Сосновой? Не, не поедем. Смысл нам возвращаться 70 километров, а потом обратно сюда ехать. Ну, вот все, что есть, это вот такие вот места здесь. Сейчас покажем, как и что здесь. Такая вот пустыня. Тут типа автокемпинга. Мы стали там дурь и дыкишек снять. Ну, Паша, пробуй воду. Такая же, как была в Геленджике, там, где мы останавливались. Кемпинги. Это уже Азовское море. Малюшка. Малюшка. Пробуй воду. Ну, такая же вода? Примерно, да? Ну и хорошо. Вот там вот маяк наверху стоит. И вот мы на вот этом побережье в автокемпинге. Все везде пусто. Нету никаких деревьев. Ребята, далеко не заходите. Паша, слышал? Ну, как-то так. Ну, в любом случае, с Танюшей мы приняли решение, что мы на море не будем 7 дней. Смысл в этих 7 днях сидеть вот это здесь. А место хорошего, чтобы найти, тут все оккупировали давным-давно. Это не 80-е годы, а когда ты приехал на море, я помню, в детстве. Выбирай, где хочешь. Становись палаткой на курорте. Пожалуйста. Любое место выбрал. Сейчас этого ничего нет. Ну, а мы стоим под одно сухое дерево, одно мокрое. Ну, я имею в виду. И вот такой вот тут пенек. Такой прикольный. Соня. Немножко мы опалили плечи. В аквапарке. Пекут у меня плечи, у Ани пекут. А у меня не пекут. Хорошо. У тебя пекут? У тебя пекут? У меня пекут. А у меня не пекут. Вот так же и здесь. А у меня пекут у Ани. Мальчишки молчат пока. Ой, что его делать будем-то, а? Там где-нибудь располагаться. Надо искать местечко. Что нам действительно туда сюда кататься? Везде посмотрели, обратно в Геленджик. Я же говорю, пару дней побудем здесь, а потом поедем. Мы побывали на море. Но я скажу так. Самое классное море, которое я пока что видела, это Адлер и Геленджик. Это вот та часть. Оно с пологим спуском. То есть не обрывистое. Там, правда, камень, что не очень удобно по ногам, но это больновато. Но, в принципе, очень классное, красивое, чистое. Сейчас мы здесь еще на море не были. Я уже был. Я смотрю, какое море. Хорошее. Чистое. Ну, да. Такое, как в этом Геленджике. Ну, если оценим. Просто, что там природа покрасивее. И более, знаете, города такие курортные, все, более обжитые. И природа получше. Там все-таки горы и деревья много, очень растительности, очень много. Куда сюда дальше, даже по картине мы смотрели, даже Черное море, после Анапы, когда начинается Анапы, все пустоши, пустош, пустош, пустош. Поэтому, если отдыхать вот с природой, с обширной такой, да, это до Анапы. Это Сибирь. А, это и Сибирь, да. Вот Анапа, до Анапы и Сибирь вот это два места идеально. Правда, в Сибири море нет, но снимайте. В общем, посмотрели мы с Борей море. Попробовали, какое оно холодное. Больно по рукошняку ходить ногами. Пустошь, пустошь. Решили ехать в Благовещенску. Мы туда хотели заехать, но была ночь. Здесь 30 километров, где-то 20 километров отсюда. Полчаса езды. Поедем, посмотрим туда и будем искать пляж на Черном море. Посмотрим, что там найдем, не найдем. Что-то здесь не очень нравится нам. Давай, Анютка, мы сейчас покушаем и поедем дальше. Тимофей нашел себе уютное местечко и сделал домик для своей обезьянки, которую ему подарили. Как ее зовут? Я зовут Пончик. Как? Крончик или Пончик? Пончик? Что-то такого. Пончик. 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 Крончик? Крончик зовут. Прикольно такое место. Веревочку повесил и за хвостик повесил ее туда. А твою как обезьянку зовут? Звездочка. Звездочка? Ты сам придумал такое имя? Очень красивое имя. И все свои имена придумали. Ну покажи-ка свою обезьянку. А что она умеет делать? Разговаривать. А как она разговаривает? Когда? Это ты ее погладил, да? Погладил, а он погладил. Ну так та же, Луковаева. Луковаева? Ну вот она тебе что-то говорит. А еще она за ручку цепляется. А ну подцепи мне ее на пальчик. Вот так открываются, да, ручки? Вот так вот. Что-то она тебе там рассказывает. Ой, ей нравится как, смотри. Нравится за хвостик? Все-таки мы немножко сгорели все. Вчера в аквапарке. Закройте, пожалуйста. Чу-чуточку. А, нет, закройте. Чу-чуточку, ну все-таки. Сейчас. Это крем нам когда-то прислали, спасибо. Юта, закройте дверь. Сейчас. Против загара. Чтоб не обгорать. Как-то мы им не пользовались, не пользовались. Все. А сейчас на море пойдем. Все. Снова покупаются дети перед отъездом. Да. А у Тёва, у Саши и ножки немножко обгорели. И у меня тоже плечи. У меня тоже плечи пекут просто. Да-да-да. Проходи. Пришли мы на пляж покупаться петь, тем как уезжать. Дети хотят попробовать водичку местную. Как вода, ребят? Дети хотят. тенечки, чтоб не сгореть. Что? Взял тапочки? Пойдешь купаться? Что-то у них сел, а носи на себе. На себе носил? Ну, беги к ребятам. Беги в водичку. Ракушки, да, в ноги колят очень. Мы туда по Таше пойдем. Там где нету этих всех. Пошел коктать. Потому что здесь и рыба, и ведутся всякие. Так они везде есть здесь. Это море такое. Они здесь везде есть. Ладно, мы тогда походим. Посмотрим через вас. Давай. Зато и будет на кого посмотреть. Вода холодная. И море шоечка. Видать, что через них. Возле них я паводь не попробую. Почему? Что делать? Да не, они не кусаются. А вода какая? Холодная импля. Холодная? Да, холодная. Холодная. Понятно. А, так люди... Холодная! Иди показывай. Какую медузу Саша нашел. Ого, огромная какая. Иди покажи поближе. Стой, только надо этим не делать. Ого. Видел, какие у них усики вот эти вот? Да, это. Вот, видишь? Да, это. Только они лучше их не трогай, усики могут они печь. Хотя эти медузки вроде не жалятся. Пойди скажи Пашу, пускай она креветку принесет пока что. Вау, какая классная медуза. Это просто. Очень огромная. Паша впервые в жизни держит креветку. Ай, тихо, живая, реально живая. Держи ее, держи, держи, держи. Держи, вот она. Стой, 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 стой. Надо ее обмыть. В ведерко какой-нибудь. Подожди, в ведерко нужно побежать принести. Вот такую Паша поймал креветку. А мы думаем, что люди ходят здесь, собирают, да, Паша? На пляже. Это куча рыбы. Рыбы, креветки собирают. Видели какая? А мне меня. Такая прикольная, впервые в жизни трогаю руками креветку. Причем живую. Они так прыгают. Что? Креветка. Живая креветка. Они едят? Да, они едят. Я показала, что это кайма. Нет, это креветка. Но она маленькая, есть большие креветки с большими пластами. Хвост же едят в основном. Ой, там возле нее маленькие креветочки. Это те телнышки. Ее детки. Или это ты случайно набрал с водой. Он маленький, видите, плавает? Это ее детки, видимо. Видели, плавает? Вот, 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 маленькие, маленькие, смотрите, плавают. Да. Вот они. Видите? Три штуки. Это их поймал с водой. Маленькие креветченыши. Сейчас выпущу. Ну все, выпускаю ее. Я киканчику Медузу. А Саша Медузу Хилландскую. А Сашенька с ракушками играется. А Сашуня? Кого? Нет, там была? Серьезно? Слушайте, я еще один камбалу принес. А ну-ка, давайте вживую хоть посмотрим. Одно дело, знаете, где-то? Мы таких видели, они плавали. Дай-ка попробую ее. А, она только одну сторону видит. Ребята, камбала, живая, в руках. Посмотрите. Я, я, я. Это впервые в жизни. Впервые в жизни. Это камбала. Маленькая рыбка. Она умрет. И давайте быстренько ее назад. Класс. Класс. Да, Маленькая рыбка. Да, большая. Только защупальце не бери. Папа, я вот такую. Папа, я вот такую. На солнце она засохнет очень быстро. Папа, я беру вот такую. У нас только Паша и Боря отважились купаться сейчас, что-то Тёма не очень лезет в воду, Тёма ещё одну большую нашёл, и все хотят пощупать эти мы дузы руками. Огромная? Класс. Она сложная чуть-чуть вдвое. Что-что вдвое? Чуть-чуть сложная вдвое. Вот это, видите, усики с неё висят. А, усики, они бьют только. Кстати, мама, в воде я вижу, что у нас светится внутри. Светится внутри она? Какой-то огонь. Прикольно. А теперь повторите, что ты только что сказал. Говорю, классная вода, но плыть невозможно. Плывёшь, как в желе. Вот эти маленькие медузы, их тут просто полным-полно кишит. Плывёшь и чувствуешь всем телом, как медуза тебе трутся. Руками, животом, всё. Плывёшь, как в киселе. Короче, Чёрное море рулит. Поехали на Чёрное море. Поехали. Сейчас покупаются дети, а всё, едем на Горичинском. И снова виноградники у трассы, которые ещё больше нам говорят о том, что не покупаете такие продукты. А местные нам говорят, что они этого винограда даже не пробуют. Он весь идёт за границы. А тут продают турецкий виноград. Который тоже выращивают на продажу за границу. Так интересно, да? Этот вывозят, тот привозят. Какой смысл во всём этом? Выехали мы, всё, едем. Мы въезжаем в Витязево. Из-за Витязева есть автокемпинг. Это уже Чёрное море. Сейчас посмотрим, что здесь нас ждёт. У нас сегодня какой-то день поиск нашего места отдыха. И снова городок с узенькими, курортными улочками. Уже такими привычными для нас. Скажи. Все курортные городки какие-то... Приеду домой, приеду в Иркутск, буду там как у себя на Фазенде. С разворота. Ну да, там такие широкие у нас улицы. Здесь всё такое узенькое-узенькое. Решили мы дома сделать. Привезти себе сколько лепестков? Что-то у нас версии с тобой разные снова. А я говорю, что мы приехали в пустыню. Сейчас купим себе здесь верблюда и будем кататься вместе с тобой. Ну можно и так. А можно отсюда заказать товарняк вагонов 50 песка? Вы себе это, да? Да, разложить вокруг колмами такие пережить. Это мы устали. Вы поняли, куда мы приехали? О, какое волнение. Идём на разведку. Пляж Витязь. Добро пожаловать. Пляж общего пользования. Ой, слушай, какие здесь волны. Вот это же... Вот это же Чёрное море сразу узнаю. Слушай. Ты посмотри, какое волнение. От Азовского ж вообще не... О, какое море. Вот там Анапа. Ты посмотри, какие волнения. Ты посмотри, какие волнения. А подожди, ещё нужно найти место для... Там кемпинга под деревцами надо найти что-то. Найдём, найдём. Пошли. Подожди, хоть воду попробуем ногами. Эй. Попробуй. Иди попробуй. Иди попробуй. Я не хочу. Иди. Ну дай хоть я попробую. Иди. Если я вот туда, у меня унесут их место. То и хоть тапочки останутся. Ха-ха-ха. Всё? Вот это оно. Всё. Пошли. 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 Мы забраковали за узкое море полностью. Для себя. В своей жизни. А вот этот... Вот сейчас Тимофей визжать буду. Сейчас снимем, посмотрим. Когда сюда приём, визжать будет от удовольствия. Да и все тоже. Пошли. Да, ребят, здесь пустыня. Короче, едем домой. Море ужасное, грязное. Очень очень. Очень очень очень. Очень буквально. Ну а чего очень? Очень бутылки. Устыня. Устыня. Ребят, поехали домой. Ну. Она получается, я шучу. А мне едем домой. Нет, ну посмотри. А где она стоит? Вот. Там ни какой. Пама какой, вы сами видели? Пап? Ну что она кусает нам? Там шестьар legally. Устой. Просто шестьар. поехали размещаться народ пошли размещаться и вот сразу же автокемпинг здесь уже какая-то посерединке ну типа болотце ли что сейчас будем искать место вот там смотри сколько деревьев пустыня непонятно где можно стать конечно а может по кругу проедемся не глянем или где-то здесь будем становиться нам где-то привязаться же надо здесь одни эти кустики кустики ты привязаться то мы привяжемся сейчас 12 часов дня солнце а да по солнцу на жарите чтоб утром нам можно было поспать ребята в дюны побежали если можно так назвать черноморские дюны борь ты видел такие все думаешь комара и закусают да выбор то у нас невелик невелик момент вот в чем же сегодня ветер завтра этого ветра не будет будем на море целыми я понимаю борис борисович с нами там на море да такая вот мы пришли покушать сюда вечерком давай туда сейчас зайду кусты там очень классно это вот смотрите какой уголочек там столик поставить сейчас покажу видите как хорошо можно расположиться здесь прям красота но здесь ветра не я час посмотрим будут ли меня кусать тебя кусать комары и меня не кусает меня комары не кусать здесь ветра нету вот почему их не должно быть там где ветра нет они обычно даже мне нравится я не знаю мне нравится мне очень море нравится вот ты чувствуешь что ты на море понимаешь вот эти волны вот это все песок ну да тут вот это тенечек вот это да давай тут и остановимся очень мне очень нравится не знаю подожди сына класс мы сейчас здесь столиками расположимся у нас техническую зону сделаем умывальничек конечно буду когда договорил генератор с той стороны поставим под камышом генератор можно с той стороны комаров о точно будем травить комаров мы раскладываемся такое хорошее место я все больше и больше в него влюбляюсь с первого взгляда влюбилась в море когда увидела дюны дюны песчаные и мы можем здесь играть в адеи то всяких примена это да да у нас возиться зона где мы будем отдыхать вот там чуть дальше техническая зона там мы будем посуду мыть кого к ракушке нашел Будете много ракушек находить Здесь тенек Сейчас обед А у нас здесь тенечек С самого утра и до самого вечера Здесь будет полутень Великолепное место Мы сейчас немножко расставимся Сделаем разные зоны Папа пошел туалетную зону выкапывать Чтобы после себя ничего не оставлять Там Боречке мы поставили в тенечке Когда будет спать Будем его туда отвозить Чтобы не будить его Чтобы он себе спокойненько спал Давай Пашунечка Вот здесь мы будем посуду мыть У нас здесь дырочку кто-то выкопал Сюда мусор складывают И сюда будет стекать вода от посуды Здесь у нас детская группа ясельная С воспитателем Так внимательно Аня слушает Аня из себя хороший воспитатель получается Аня ему сказки рассказывает Мы тут обживаемся потихонечку Обживаемся Уже печку Мы сегодня шарлотку будем печь И завтра буду хлеб печь Да потихонечку надо выпечку начинать кушать Потихонечку у нас уже полегче с желудочками Печь, печь, печь А я буду сушить, сушить и на обратный путь На обратный путь нам были сухарики Ну вот мы дома напекли хорошо Да сколько я сделал? Четыре или пять партий? Да Это двадцать булок Да, а я их сушила все А тут по четыре не получится Тут только по три получится Ну ничего, хоть сколько там Мы сейчас лаваши еще стали покупать немножко Чтобы немножко разнообразить Ой, я чуть не упала Короче, вот так, ребята Обживаемся, обживаемся Паша, Паша Думали палатку кухню поставить Ну, пока так, побойдемся Посмотрим А это, кстати, облепихи, Боря говорит, похоже Вроде в облепихах Похоже на облепиху, но не облепих Что-то непонятное Лепится не так, как облепиха Не так, то ли облепиха, то ли не облепиха В общем, непонятно Вот так вот мы расположились Лагерем Генератор поставили здесь Чтобы травить комаров Пусть он себе тут гудит, зудит Бросил я кабель туда К машине И все, сейчас пойду раскладывать палатку Поставил аккумуляторы на зарядку Потому что Подразряжает мне аккумуляторы Инвертор Мой Вот этот Подразряжает И у меня перестала работать зарядная Зарядка на генераторе Что-то непонятно, что там с ней Буду на днях разбираться Как будет настроение Не будет чем заняться Тут можно расслабиться И Поставлю запасной У меня есть Там Реле Регулятор напряжения Генератор Ему нужно вытащить Раскрутить Снять крышечку Поменять сам регулятор И закрутить обратно И все будет Зарядка Вот ребятишки развлекаются Я сейчас палатку сделаю А Танюшка занимается Ужимом Вот так вот После моря мы по чуть-чуть Начинаем раскладываться Поживаться Мы здесь на 4 дня Веники банные вяжем Да, мы на море Там в бане ходим Это нам Я вроде бы показывала Зрители из Новороссийска У него по Новороссийскому Да, у бабушки дачи Он говорит Я вам хочу мяты Свежие А я как раз подумала Если бы мы туда Где-то ехали И хорошо Дал много Спасибо огромное Знаем, что будешь смотреть Привет тебе от нас Личный Я думаю, что мы ее разложить А ветром А ветром его не А, ну завтра ветер Ветра не будет Сейчас же ветер Уже все прекратится И все Ну хорошо Короче, сушим Чарзелье Анюта у нас сегодня Ответственна за посуду Мальчишки тут убираются По этому Ну, по лагерю Папа у нас Сегодня воспитателем заделался Вахту принял С Борей маленьким Правильно Новый год встречайте А мама готовит кушать У нас сегодня на ужин Гречка С яйцами С огурчиками С помидорчиками Запарю И будем кушать Активный футбол Боря им еще не успел Прицепить Так они смотрите Что придумали Тимофей держит Опа Молодцы Паша Паша Обращай внимание на Сашу Молодцы Занятия все сразу нашли На природе Аня с Пашей На равных соревнуются В футбол Здесь дорога такая хорошая Как раз можно побегать А это вы перекидываете Да будет свет в нашем лагере Слушай, Боречка У нас так уютно Как будто мы уже здесь с тобой Несколько лет живем Мы так за вечер быстренько организовали Все Прямо мне так нравится У нас разные зоны Свет Дети играют Насколько классное мы место нашли Насколько классный кемпинг Просто вот Просто сказка И вот тот, который в Геленджике Мы Сосновка Или Соснова Его называют Тоже очень классный кемпинг Там, где море Скалы Камешки Тут как будто в пещере Да, тут как будто в пещере Тут тоже классный кемпинг А вы где бегаете? По дюнам? По холмам там? Там нереально бегать Нереально? А вот тут мы как бегуны Да, они тут поровно Так гоняют Там я вот там Я гоняю И вижу, как будто Я очень быстро плыву Все назад меня А нас почти ужин уже готов Мы сейчас дыньку разъедим Мы тут цикорий пили Уже детки попили цикорий А мы сейчас Боречка пьем И уже гречка почти доварилась И тушеная капуста у нас еще есть А тут не видно ничего Тушеную капусточку я делала Дынька вкусная, да? Будем сейчас кушать Ну все После такого ужина Будем ложиться спать Ребята Мэлман, да? Лега Можно и Ну я пойду Да Ребята Пожелайте нам приятного аппетита И мы сейчас спаточки 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 Потому что хочется выспаться Сейчас часов наверное 8 уже 9 типа, да? Не знаю Ну да Ну сейчас мы ляжем спать Всем пока До завтра До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok